Здравствуйте, Алексей Косоруков, Твереград. Скажите, пожалуйста, вы представитель подрядчика, насколько я понимаю, вы представитель администрации, да? Нет. Нет? Я хотел просто уточнить, с 30-го числа мост закрывается для пешеходов, да? С 1-го числа. А, с 1-го числа, да? Входили слухи, что ремонт затянется из-за того, что балка какая-то там... Слухи. Слухи, да? Слухи, на уровне слухов. Ну, то есть ремонт пока нет, причин говорить, что ремонт затянется. Пока компания в графике идет по ремонту. То есть пока опасений, что сроки затянутся, нет. А какие сейчас работы производятся, вот на данный момент? Ну, идет усиление опор внизу, в основном вот эта работа ведется. Для того, чтобы менять балки там, или что-то ремонтировать их, поднимать, надо все опоры усилить. Только тогда можно поставить домкраты на них, дать нагрузку, поднять пролеты, поменять, отремонтировать, все что угодно. То есть пока сейчас все усилия брошены на то, чтобы отремонтировать опоры. Это до зимы, да, задача такая? Да, и зиму тоже, мы их будем ремонтировать. А вот на поверхности моста какие ведутся по его работе сейчас? А пока работы ведутся по подъему первого пролета, вот видите, вот там поднят пролет. Это уже новый пролет? Нет, это не новый пролет, старый пролет мы подняли, сейчас ремонт работы проводим по нему, и будем пускать на существующие опоры. Крайние опоры, они не ремонтируются. Скажите, вот с первого числа будет запрещено пешеходам ходить по мосту, а как это будет контролироваться, в принципе? Ну, как кто людей остановит? Тут же все не перегородишь, правильно? Ну, мы поставим заборы. А, заборы, да? Заборы поставим, конечно, сплошные заборы поставим. Ну, вы правильно говорите, людей не остановить. Я вот уже проходил. Я ремонтировал в свое время мост через площади Мира, вот этот ажурный мост, я его ремонтировал, 81-82 год, по-моему. Какие мы там заборы не ставили, что мы там не делали, не остановить. Все равно ходят, да? Но люди жалуются вообще, вот к вам подходят? Пока нет, пока с пониманием относятся люди. Подходят, я объясняю ситуацию, что мы не можем вам обеспечить безопасность, если вы будете ходить. Некоторые с пониманием, это такие уже более взрослые люди, а молодежь не остановить. А для пешеходов закрыт мост будет по какой срок? То есть это до окончания ремонта непосредственно, да? То есть до мая 2020 года, да? Я, потому что здесь не обеспечить безопасность людей. Будут снять тортуары все, будут проемы серьезные. То есть тут нельзя оставлять в таком состоянии пешеходное движение. Понятно. Алексей Косоруков, корреспондент Твереграда, вот знаете, что закрывают мост с 30, точнее с 1 октября? Вообще полностью, да? Полностью закроют. То есть... Пешеходам ходить тоже нельзя. И пешеходам, да, нельзя будет ходить. И как же нам добираться? Ну вот, какие мысли у вас по этому поводу? Что вам остается? Вы, например, работаете? Да. Я пешком бегаю каждый день до работы. Туда-обратно. А работаете далеко отсюда? В 6-й поликлинике. В 6-й пешком ходите, да? 20 минут я на работе. То есть после перекрытия вам вообще никак не добраться, да? Нет, никак. А из Крупского, например, какие-то маршрутки там ходят? Вот можно вам добраться? Альтернатива есть? 55-й вот там мая. Был. Так это надо будет через весь этот добираться. Надо будет. Вот у нас одна ездит. Она говорит, это насколько раньше надо выходить, чтобы добраться до работы. Неудобно, конечно, нам будет. Все перекрыли. Низ там все закрыли. Мы маленько еще бегали. Это запрещено, но мы бегали. Выхода потому что нет, да? Нету, да. Но это опасно, на самом деле, по железнодорожному. Забивали ведь людей. Опасно, потому что мы понимаем. Ну вот это так. А кто вот, например, вот здесь работает в Афанасии? Многие отсюда вот идешь, идут на работу. В 7 часам, как ему ходят. Ну понятно. А как вот им? Это по кругу, королесить в Афанасии на работу. Это неудобно, конечно. Очень, да.